Они учат уважению, любви к ближнему, вкладывают нравственные понятия в души своих учеников, а старшеклассникам помогают вступить во взрослую жизнь. Талант учителя заключается в умении передать знания другому и делать трудные вещи легкими. Год педагога и наставника, объявленный президентом страны Владимиром Путином, в Самаре начался с заседания общественного совета по вопросам образования под руководством главы города Елены Лапушкиной, на котором наметили планы на ближайшие месяцы. На плечах учителей и наставников лежит непростая задача. Помимо морально-нравственных ориентиров, они должны дать качественное образование. Грамотные специалисты – залог успешного развития города и региона. В 2023 году в Самаре пройдут конкурсы профессионального мастерства, форумы и семинары, направленные на повышение престижа профессии педагогов, информационные и медийные проекты. План действительно насыщен. И несмотря на то, что мы сегодня встречались с педагогической общественной, с членами Совета по образованию, конечно, план не только про учителей. Речь идет про наставников и производственных. Речь идет о наставниках здравоохранения и многих-многих других. И, в общем-то, мы постарались сделать такой межведомственный план, который будет поднимать и престиж учителя, но и, безусловно, престиж наставника. Для учителей важно не только дать знания ученикам, но и помочь им сориентироваться в жизни, определиться с выбором будущей профессии. В рамках федерального проекта при 18 самарских школах созданы педагогические классы. Идея рассчитана на учащихся 10-11 классов и призвана заинтересовать школьников учительским трудом и вдохновить на поступление в педагогические колледжи и вузы. Я надеюсь, что так оно и будет, что те ребята, которые сейчас обучаются в педагогический класс, понятно, что не 100% пока еще, но они именно будут теми продолжателями педагогической профессии, которые потом пополнят после окончания вуза педагогическое сообщество городского округа Самара. В одном из педагогических классов при третьей школе Самары учится Иван Берестов. Из 17 лет 11 он занимается кикбоксингом. Иван – многократный чемпион России, чемпион Кубка мира 2017 года. При этом увлекается точными науками. Иван еще не определился, какой путь выберет – тренера или учителя физики, но точно знает, что хочет связать свою жизнь с преподавательской деятельностью. Чем трудолюбивый педагог, чем больше он любит своих детей, тем сильнее он заставляет их что-то делать. И дети побеждают с помощью него лень. Участвуют в конкурсах, выдвигаются на какие-то мероприятия. Их жизнь становится очень разнообразной, интересной. И, конечно же, они приобретают какие-то заслуги, опыт, знания. По мнению учителей, не так важно, свяжут ли выпускники педагогических классов свою жизнь с профессией учителя. Главное, чтобы они выросли людьми, умеющими принимать решения и способными нести ответственность за свои поступки. Виктория Шаре, Николай Епифанов, События.